В этом году фильму «Брат Алексея Балабанова» исполняется 25 лет. В течение всего года по России проходят выставки и другие мероприятия, посвященные идеологии знаменитого режиссера. Издательство «Бабл» не смогло остаться в стороне, и по предложению кинокомпании СТВ выпустило сборник комиксов «Брат, 25 лет». Книга комиксов, которую мы сделали в нашем издательстве к 25-летию картины «Брат Алексея Балабанова», ни в коем случае не перерисовывая фильм в комикс, а сделав сборник издание уважения к творчеству великого режиссера и прекрасных актеров. Это одна из самых крупных работ, которые мы сделали в текущем году. Мы работали над ним с прошлого лета или прошлой осени, примерно так. И это мой первый опыт кураторства, то есть подбора работ в сборник, приглашения в него авторов. Первый опыт как редактора в издательстве «Бабл». Страшная большая работа, но меня уже ждет следующая страшная большая работа. Ну, в первую очередь мы отталкивались как куратор сборника от питчей, от идей, от заявок, и уже после этого под них подбирали арт-команды. То есть главная идея была, в первую очередь, найти идею, от которой будет строиться история, а после того, как история выстраивается в нашей голове, мы понимаем, подходит под нее тот художник или нет. Моей целью было внести в сборник новые голоса, пригласить авторов, которые раньше у нас в издательстве не издавались, хотя известны в других формах, как журналисты, как прозаики, как драматурги, и попросить их представить какую-то такую точку зрения на фильм и на то, как надо делать по нему комиксы, которую мы внутри издательства не могли бы породить. И, честно сказать, что очень многие идеи и арт-команды прям совпали и сделали именно то, что нам нужно. Ну, опять же, мы позвали в сборник знаковых художников нашего комикс-сообщества, без которых это не могло бы произойти. Сборник состоит из 10 самобытных историй от невероятной команды сценаристов, художников и колористов. В работе над книгой приняло участие около 30 человек. Изначально, когда тебе говорят, что ты будешь работать с братом, это достаточно важная вещь в культуре, в том, в моем детстве. Конечно, страшно, очень боишься что-то испортить, где-то не так что-то показать, переврать, наверное, дух и смысл оригинала. «Брат» был одним из, наверное, первых российских фильмов, которые я с большим удовольствием смотрел и пересматривал. Поэтому и там очень яркие, классные, выпуклые персонажи, которые мне всегда нравились, несмотря на то, положительные они или отрицательные. Поэтому мне было важно прикоснуться к этому, как-то поучаствовать. И поэтому, наверное, я согласился участвовать в этом проекте. Вспомнить о тех молодых днях, когда ты впервые смотрел этот фильм. Ну, ностальгия, ностальгия, какая-то дань уважения оригиналу. Я Екатерина Десятникова, сценарист истории «Брат» 2102. Это история Данилы, которая могла бы случиться через сто лет после того, как она произошла в фильме «Балабанова». Мы хотели посмотреть на нее под другим углом и рассказать ее в необычных декорациях. И для этого выбрали «Киберпанк». Самое интересное было то, что изобразить, типа, русский киберпанк через призму «Брата». И она, как бы, такая интерпретация событий, частично событий фильма в фантастическом мире киберпанка. Это был довольно интересный опыт. Я прозаик, и для меня самое сложное было, конечно же, ужать историю в комиксный формат, а именно сделать ее короткой, емкой и сразу же понятной читателю. Мне досталось предысторию одного из главных персонажей первого фильма, «Бандита Круглого», который выражался поговорками. Как раз в этой истории, которую описал Виталий Терлецкий, полностью показано превращение хорошего, обычного советского мальчика в человека, который управляет криминальной группировкой и творит всякие непотребные вещи. Денис Золотов – сценарист истории «Брата другой страны». Это история про детство Виктора Багрова, персонажа, татарин, киллера, который старший брат Данила. По сути, она о том, как... Ну, по сути, как росла семья Багровых, что происходило в 80-е. Это история, которая не раскрыта в фильме, но там, очевидно, происходило много всего, что мы видим за кадром в оригинальной истории. Про то, как принятое человеком решение приводит его к тому, что он сейчас из себя представляет. История называется «Фильм поколения». О том, как мальчик Даня был воодушевлен фильмом «Брата» и проживал жизнь, как его герой Данил Групов. Моя история называется «Зеленый чай». Она про персонажа-кондуктора из оригинального первого фильма. Долго думал, про кого писать. Ну, искал какого-то близкого персонажа. И если вдруг кто-то читал мои другие комиксы, то они в 90% все про неудачников, аутсайдеров и эндердогов. То самый главный неудачник фильма «Брата», я считаю, это, ну, в хорошем смысле, это кондуктор из трамвая, которому не захотели платить штраф. Поэтому выбор вообще был очевидным вообще с самого начала. Ну, с одной стороны, это вторая история, рассказанная новыми голосами. А с другой стороны, это, возможно, интерес для тех, кто не застал ее в свое время. Может быть, кому-то из нынешнего поколения будет интересно посмотреть на нее снова. Потому что для моего поколения это, безусловно, культовая история. Учитывая, что читатели все равно, в основном, ребята, которые, может быть, не видели фильмы особо, или не росли на них, или смотрели их потом, в первую очередь, наверное, познакомятся в целом с этой вселенной, вообще с фильмами Балабанова. Потому что, зная эти фильмы, очень легко понять и прочувствовать то время, в котором жила страна и общество. Для каждого из авторов, принявших участие в сборнике, фильм «Брат» — это особая история и особый след в их жизни. Это они и попытались передать всем своим читателям, как и то, в чем сила для каждого из них. В правде. В правде? Давайте скажем, что в правде. В доброте. Сила в комиксах. Не знаю, в дружбе. Я думаю, что сила в творчестве. Я думаю, что сила в самовыражении. Я думаю, что сила в историях и в эмоциях, которые люди чувствуют, когда потребляют контент. Вот в этом сила, в эмоциях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова